дорогие друзья всем здравствуйте карантин продолжается значит ко мне как психологу продолжают поступать вопросы от вас и чаще всего на сегодняшний момент меня спрашивают что сделать чтобы обезопасить своего ребенка от той негативной информации от того уровня тревожности которые но сейчас наверно быстрее чем пандемия распространяется среди нас прежде всего нужно помнить что дети есть дети поэтому то что происходит с нами со взрослыми их не должно касаться да мы можем чувствовать тревогу да у нас могут возникать или иные экономические проблемы и так далее что делать в этом случае ну первое наверное я бы вам посоветовал четко проводить границу между проблемами взрослых и проблемами детей то есть мысленно а иногда и слух вы можете своему ребенку четко заявить то что сейчас происходит со мной допустим с твоей мамой с бабушкой с дедушкой и так далее тебя не касается единственное что ты можешь сделать для нас это позволить тебе быть счастливым в этой жизни очень часто когда я предлагаю такой вариант это называется разрешающая фраза фраза снимающая внутренний бессознательный конфликт у многих родителей у многих бабушек дедушек возникает вопрос как это я могу такое сказать своим ребенку вот так когда вы четко проводите границы между своими проблемами которые стоят перед вами и границами детей вы тем самым позволяете своим детям остаться с охранными конечно иногда а в разумных пределах нужно делиться с тем что вас беспокоит но а если ребенок не может ничем вам помочь в этой ситуации не надо вовлекать его в свои проблемы это первый момент который на который бы обратил внимание второй нюанс достаточно часто ко мне обращаются родители у которых есть дети и соответственно детей есть или иные проблемы и родители просят меня помочь ребенку в ну скажем так измениться чтобы стать удобным для родителей очень важно помнить время от времени напоминать себе что дети это не те люди которые должны нам доставлять удовольствие в нашей жизни вот это четко нужно для себя усвоить дети появляются в этот мир для того чтобы осуществить свои жизненные задачи если вы надеетесь что ваш ребенок да будет доставлять вам только удовольствие вы все время будете идти в раздражение потому что ваш ребенок не будет соответствовать вашим ожиданиям в большинстве случаев и конечно мудрый взрослый психологический родитель будет это четко для себя учитывать а индикатором того что ребенок не соответствует вашим ожиданиям и ну скажем так нарушает ваш комфорт является ваше чувство раздражения вы имеете право его чувствовать испытывать но как только вы чувствуете раздражение по своим по отношению к своему ребенку галку себе ставьте это моя проблема это показатель того что сейчас ребенок не соответствует моим ожиданиям и я не принимаю своего ребенка таким какой он есть третий момент я думаю что он действительно очень актуален очень важен вот в этот сложный период когда и вам и детям в том числе будет тяжело очень важно организовать досуг так чтобы этот сложный период стал для вас все-таки временем когда вы действительно начинаете образовывать семью когда вы действительно лучше узнаете друг о друге помню психологический прием когда детей спрашивают ну дети на большинстве случаев если это маленькие дети там допустим до шести лет им сложно определить четко что с ними сейчас происходит четко определить свою эмоцию свое чувство и так далее там вы можете спросить на что похоже сейчас твое настроение а ребенок может сказать вот я помню моя дочь сказала как-то мне что мое настроение сейчас похоже на маленького свернувшегося котенка мокрого от дождя то есть вы можете сделать вывод что происходит с вашим ребенком то есть обязательно вот эту связь нужно поддерживать со своим ребенком в том числе обязательно в этот период рассказывайте своему ребенку о себе рассказывайте о своем детстве какие у вас проблемы были в детстве и так далее и так далее в том числе в конце дня когда вы ну скажем докладывайте ребенка спать примеру вы можете спросить а что ты чувствовал сегодня что с тобой происходило сегодня дочь там сын и так далее и так далее каком настроении это находился вот тем самым вы больше друг друга узнаете это дает вам на будущее задел для того чтобы быть ближе со своими детьми четвертый момент я тоже бы на него обратил внимание обязательно организуйте распорядок дня своего ребенка так чтобы все-таки ребенок жил по времени в этот период даже если вы знаете что завтра он не пойдет в садик ни в коем случае не укладывайте в 12 час и так далее вроде бы это не касается психологии но тем не менее когда вы наружаете режим дня ребенка что происходит эмоциональное напряжение накапливается и ребенок через какое-то время будет вам выдавать ну те негативные чувства которые в нем постепенно начнет начнут аккумулироваться пятый момент на который бы тоже обратил внимание обязательно ограничьте если ваш ребенок достаточно взрослый и сидит в в телефоне в гаджетах в интернете да возможно для кого-то это проще да для кого-то возможно это время заняться своими делами но уважаемые взрослые если мы стали родители родителями обязательно несите ответственность за своего ребенка поэтому обязательно отслеживайте контент которым ну черпает информацию ваш ребенок как можно меньше давайте ему возможность питывать эту негативную информацию вы не обратили внимание ребенок прочел здесь или услышал здесь что-то негативное там что-то негативное тем более если он круглые сутки в этом телефоне или в гаджете что произойдет вы получите гораздо больше проблемы чем сейчас вы затратите время на него я надеюсь что эти простейшие советы помогут вам уважаемые родители бабушки дедушки и так далее уже сегодня начать учиться быть более ответственными родителями по отношению к своим детям дадут вам возможность в будущем использовать те ресурсы которые вы накопите сейчас для того чтобы вы с детьми действительно стали настоящими верными друзьями ну и шестой момент о которой я упомяну помните ну если у вас уже дети подростки и так далее начиная 12 лет помните о том что в этот период ребенок проходит определенную сепарацию то есть он начинает дистанцироваться от вас ему нужно личное пространство поэтому обязательно давайте возможность ребенку все-таки побыть один на один с собой вспоминаю школу Монте-Сори и там есть замечательное правило ни в коем случае не вмешивайтесь в личное пространство ребенка если вы видите что что-то с ним происходит обязательно спрашивайте нужна моя помощь а ты хочешь чтобы я сейчас поиграл с тобой ты хочешь чтобы мы с тобой сейчас поговорили посидели там и так далее обязательно помните что с определенного возраста ваша задача как родитель научиться быть настоящими верными друзьями для своих детей специально для восьмого канала который мы очень благодарен за предоставленную площадку поделиться с вами этой информацией и и и и